Добрый день! Ну, сегодня я расскажу вам интересненькую информацию, которую я сейчас отследила. Вот, смотрите, где-то на сайте у меня написано. Есть такая статья, предположительная, что мы увеличиваемся в росте. Идёт эволюционный процесс. Мы уже уходим с нижней точки, мы идём на верхнюю точку. То есть, как парабола идёт. И в этом ракурсе я рассказывала, что когда-то человек был, мало того, что однопол, плюс ко всему тому же, он был очень высокий. Очень высокий. И вот отсюда я делала определённые выводы. Какие определённые выводы делала? Что насчёт однополости. В Индии, по-моему, есть фигурка, где четыре руки и четыре ноги. Фигурка человека. То есть, и в Библии сказано, и вообще считается, что человек как бы отделился. Отделился на мужское и женское. Это везде просматривается. И, в принципе, эта фигурка как бы тоже показывает. У человека я тоже рассказываю, что у человека находятся, будем говорить, женские и мужские гормоны. У каждого. И у мужчины чуть больше мужских и женских. И у женщины то же самое. Мужские есть и женские гормоны. Первичные половые признаки тоже сейчас переделывают, начинают пол переделывать хирургическим путём. Плюс грудь. Зачем мужчину грудь? Тоже вроде бы как нет. И психологические черты есть характера. Мужские и женские. Отвага, мужество, агрессия. У женщин нету? Есть. Терпение, любовь, нежность. У мужчин нету? Есть. Мужские и женские. Всё это есть. Это показывает, что человек когда-то был однопол. И поэтому он разделился, чтобы получать опыт. Мужчина один опыт получает, женщина другой опыт получает. И вот здесь вот очень интересные такие вот вещи. Что вот сейчас идёт психология, что мужчина смотрит одними глазами на мир, женщина другими. И поэтому психология совершенно разная. Дальше мы идём. Что? В сказках были великаны? Были великаны. Там были и великаны, и маленькие люди, и всё остальное. То есть это всё было. Через какое-то время те же динозавры, они почему-то вымерли. С чего бы это вдруг? Когда, может быть, предположительно, что было мороз, холод. Я предположила другое. Почему? Потому что человечество стало уменьшаться. Меньше, меньше. Лемурийцы были, по-моему. Лемурийцы были очень высокие. Потом лемуры-атланты. Потом атланты были 5-6 метров, по-моему. А потом ещё меньше, меньше, меньше. И опять отслеживать. Почему? Потому что мы можем отследить, проанализировать эти вещи. Смотрите, как мы можем проанализировать. Где-то мне сейчас, скоро мне будет 67 лет. И поэтому где-то, ну давайте я прикину, сколько, когда я 67, минус 25-22 года. Ой, нет, там прилично. Где-то, ну пускай 50 лет. 67-17 лет. Вот, 50 лет назад. 50 лет назад в школе я была очень высокая. Метр 64. Я стояла по росту, вторая, впереди была девочка, метр 68 она была. А так я стояла. А у нас мальчики и девочки в одном ракурсе были. Ну, мальчики по тем временам не очень высокие были. И я стояла высокая. Ну, точно не помню, но, по-моему, именно вот с мальчиками и с девочками было такое. Девочки тогда были намного выше, потому что с подросткового возраста, даже сейчас. Девочки повыше растут, потом мальчики догоняют. Так вот, метр 64. То есть я была высокой. Сейчас считаются, люди высокие какие. Самое большее, метр семьдесят восемь. Вот это высота считается. Метр восемьдесят, да? Поэтому метр восемьдесят пять – это уже высокая. А метр семьдесят восемь – это уже высокая девушка. Ну, такая более-менее. Это на сколько выросли за 50 лет? Мы выросли. На 20 сантиметров. На 20 сантиметров мы выросли. За 50 лет. Ну, примерно. Что происходит сейчас? Я опубликую ролик, который вот записала. Там будет немножечко повторяться, но тем не менее. Дело в том, что я долгое время смотрела мужа. Он у меня больной был. Но до определенного времени, полгода, когда он сломал себе шейку бедра, пришлось ухаживать за ним дома, мы не выходили на улицу. А до этого, он болел у меня альцгельмаром, мы гуляли. Мы гуляли, все время мы гуляли. Гуляли по нашему скверику, у которого у нас три скверика есть рядом. У нас очень хорошие деревья, листья, все великолепно у нас. Локация великолепная. Три скверика, которые находятся вокруг нашего, будем говорить, двора. И я не могла не заметить в это время, потому что каждый день мы гуляли с ним. В течение, ну вот он 10 лет у меня провалил, но очень активно, когда уже явно было видно, это последние 5 лет. Последние 5 лет мы уже явно было видно, он почти уже не разговаривал, разговаривал как ребенок и все остальное. Но гулять мы гуляли. Я не могла не заметить, как выросли деревья. Деревья были обыкновенные. Не было там такого роста, который есть сейчас. И тут, когда вот мужа похоронили мы, где-то в феврале, еще года вот нету. И, вы знаете, я стала замечать, что деревья выросли. Думаю, это же надо. Как это так? Сколько, наверное, я прозевала, наверное, со своими вот этими внутренними проблемами, что я не могла заметить, как растут деревья. Они очень сильно выросли. Парк вырос. Такие деревья, такие, как будто им под 100 лет. Хотя им уже лет 50 точно уже есть. Но они такие были, стройненькие. А тут вот прямо такие мощные, даже не 100, а больше. Я покажу по видео эти деревья. И я удивлялась. Сперва думала, да, наверное, что-то я сильно в своих проблемах, что я не могла заметить. Но это лет 5 должно быть, понимаете? Лет 5. И тут совсем недавно я опять заметила вот эти все эти вещи. Тоже продолжаю все-таки гулять. Где-то уделяю внимание, чтобы ходить надо человеку. В любом случае. Почему? Потому что это в нашем возрасте уже надо обязательно, будем говорить, хотя бы 5-6 тысяч шагов сделать. Поэтому я продолжаю где-то в парке гулять. И вы знаете, у нас есть дерево, которое в садике. У нас во дворе садик. Яслий садик. И там, этому садику где-то уже больше 50 лет. Потому что я в этот двор приехала, когда мне было 6 лет. А мне вот 60 лет. И там уже почти брат мой уже был в этом садике. А ему уже 56 лет. Ему маленькую. Больше 50 лет. И там стоит дерево. Дерево впереди. Там большое пространство. Оно рядом-рядом с забором садика. И мы всегда на него любовались. Оно очень красивое, потому что пространства много. И оно, вот это пространство, оно как бы заполняет. Потому что красивое дерево ничто не мешает. Знаете, когда много тесные деревья, они как-то вверх тянутся и все остальное. А тут наоборот идет. И в этот раз я посмотрела, я поразилась. Понимаете? Дерево выросло в полтора раза. То ли за этот год, то ли за тот. Я не знаю. Вот смотрите. И я стала наблюдать, смотреть другие деревья. Я увидела, что они огромного размера стали. Вчера тоже шла, увидела березку. Я вам тоже подключу именно вот эту березку, которая там прямо, аж, будем говорить, как ракета вверх поднялась. Что происходит? Происходит, что идет рост. Это рост идет не только, будем говорить, в природе. Я уже смеялась и говорила, слушайте, потепление климата идет такое, что скоро будут уже и пауки здоровые, и дай бог, не дай бог, еще и змеи у нас заведутся. Потому что, посмотрите, уже октябрь, а еще тепло, и листья еще зеленые. То есть потепление климата явно идет. И дети растут. Люди растут. Я вам могу сказать, посмотрите, как растет наша молодежь. Посмотрите, как растут подростки. У меня шестеро внуков, двое мальчишек. Девочки тоже растут. Но мальчишек очень явно смотрится. 14-15 лет мальчики были в нашем окружении. Они в армию шли еще маленькими. Потом только подрастали. А сейчас уже 15-14 лет, 13 лет. 45 размер ноги. Метр 70. Рост. Вот вам, пожалуйста. Я уже там написала, что надо обратить внимание. Почему? Потому что идет информация. Я уже предупреждаю всех. Почему? Потому что это уже медики скажут. Очень часто бывает, что у подростков не справляется кровеносная система. И поэтому у них повышается давление очень часто. Когда болит голова, надо замерять подростка давление. Там оно очень сильно повышается. Потому что рост большой идет. Родители не успевают штаны купить. Ребенок уже вырос. Ботинки тоже все это растет. Я могу сказать больше. Я выросла на 4 сантиметра. Никто не верит. Но это факт, который замеряется. Где-то есть видео у меня даже, когда я тоже говорю метр шестьдесят четыре. Вот и все. Совершенно случайно обнаружила. Совершенно два года назад. Сегодня замерила. Нет, не подросла. Метр шестьдесят восемь. Как была, так и осталась. Но какой-то скачок пошел. Я вообще на это не обращала внимания. Ну, так как всегда я работаю мысленно над собой. То есть правильное мышление, правильные эмоции стараюсь. Где-то правильное реагирование. Ну, это духовный рост называется. Никакой энергетики там нету. Но тем не менее. И вот смотрите, что интересно. Я как нашла это. У меня пришел брат, а он метр шестьдесят восемь. А я смотрю, все стали как-то меньше. Но, знаете, вот в этом возрасте все становятся меньше всегда. Как-то статываются. Я говорю, позвоночничек и все остальное. И меньше размер становится тела. Я говорю, что-то ты у меня, брат, присел очень сильно. Маленький становится. Он говорит, нет, я метр шестьдесят восемь. Я говорю, так я метр шестьдесят четыре. Я выше тебя выгляжу. Он говорит, не может быть, давай померимся. Мы взяли рулетку. Есть у меня рулетка. Померили. У него метр шестьдесят восемь. У меня метр шестьдесят восемь. Понимаете? Я полезла в интернет. Думаю, как это так? И где-то нашла, что может в этом возрасте. Иногда может человек подрасти. Но там надо применять какие-то специальные практики и все остальное. Я ничего не применяла. Организм сам подрос. Так вот, какой вывод. Понимаете? Я в той статье, которую написала, у меня на сайте она есть. Там я написала, что магнит Земли ослабляется. Почему? Потому что под магнитом Земли мы становимся, будем говорить, меньше. У нас притягивает это все. А когда магнит Земли уменьшается, все поднимается в рост. Значит, внутри Земли что-то меняется тоже. И сейчас много об этом пишут. Вот еще одно доказательство тому, что что-то меняется у нас. Посмотрите. Не только климат. Растут деревья. Выросли. Понимаете? У меня вот перед домом деревья. Да, они выросли на одну треть. Это я вам сразу говорю. Одна треть дерева выросла. Поэтому я сейчас вот подключу ролик, сложу его. Посмотрите. Ну вот, такую интересную информацию я вам дала. По-моему, еще я не увидела в интернете, ну и не искала особо. Именно вот информацию, что очень активно начали расти деревья. Это вот что хотелось бы сказать. Дело в том, что вот посмотрите старые деревенские дома. Какие у них высота дверей. У нас у бабушки в Подмосковье был дом. Он и сейчас есть. Там, когда мы всегда заходили, все люди, еще тогда, когда уже были, будем говорить так, но я еще маленькая была, уже люди входили, они пригинались. Они пригинались и тогда входили в дом. Были небольшие проемы дверей. Это тоже лишний раз доказывает, что мы потихоньку растем. А сейчас пошел очень активный рост. Вот именно по деревьям посмотреть, по тому, что как дети растут, все остальное. Это очень активный рост начинается. Поэтому что-то происходит, да, с землей, магнит земли, будем говорить, становится слабее. Кто бы знает, может быть и летать скоро будем. Такое все может быть. Добрый день. Что интересно, никто не заметил, что у нас стали очень сильно расти деревья. Вот у нас очень хорошая локация. У нас несколько, будем говорить так, сквериков рядом, парков и все остальное. Я где-то этим летом ходила и удивлялась. Думаю, почему так вырастет деревья? Может, что-то я проворонила. Но у меня с мужем были проблемы по здоровью. И думала, я все склонила к тому, что я не обратила внимания. Думаю, так выросли быстро. Это же надо, какая я невнимательная. А сегодня я обратила внимание на дерево, которое возле детского сада растет. Оно такое красивое. Я вот чуть попозже обращу внимание вам на это дерево. А вот сейчас это тоже. Посмотрите, какая листва. Видите, а осень. Уже одна треть осень. Сегодня 1 октября. 2 октября. И поэтому, видите, еще зеленое. Меняется погода. Ну, деревья выросли. Понимаете? Выросли. На одну треть выросли. И поэтому, что происходит с природой? Тепло. И на это обращает внимание именно растительность. Но не только растительность. Посмотрите, как дети растут. У меня внукам мальчишки. Одному 14 лет. Второму... Вернее, 15 вот будет. А второму 14 лет. И вы знаете, уже 45 размер ноги. Высокие. И сейчас очень быстро идет рост. Но надо обращать внимание на это. Почему обращать внимание? Потому что не справляется давление растет. И вот когда болит голова, обращайте внимание на своих детей. Почему? Потому что у них очень высокое давление. Надо его снижать. Контролировать давление. Не справляется система с ростом. И сейчас наши детки будут по 2 метра ростом расти. Достаточно активный рост. Не только деревьев. Не только деревьев. Но будет еще и расти у нас. Что? Наши дети. Рост. Чуть попозже я еще запишу видеоролик. Именно по этой теме. А пока сейчас я подойду к дереву, которое возле садика. И покажу, какое большое дерево. На одну треть выросло дерево. Буквально за 2 года. Даже может почти не за последний год. Дерево, которое возле детского садика. В этот детский садик ходили мои дети и внуки. Вот смотрите. Было чуть выше крыши. Вот это дерево. Еще буквально месяца... Вернее, года 2. Посмотрите, что творится. Вы видите? Вот это вот дерево. Вот смотрите, какое здоровое, большое. Видите? Шикарное. Мы просто обращали внимание, что оно очень красивое. А теперь вот посмотрите, какое оно выросло. А теперь я вам покажу наш скверик. Вот к чему я тоже ходила и удивлялась. Думаю, это же надо. Когда я могла прозевать? Когда наши деревья все выросли такие большие. Понимаете? Посмотрите. Как будто старинный весь парк. Вот весь. У нас вообще локация очень хорошая. Понимаете? И вот посмотрите, какие здоровые деревья. Вот. Это как будто парку. Бог знает сколько лет. Но ему действительно много лет. Потому что мне уже 67, а его, наверное, где-то, ну, высадили, наверное, 65 лет. Но он последний именно вот два года, два-три года. Просто я думала, что я что-то прозевала. Пока лечила мужа. Мне было не до этого. Работа и прочее, прочее. А оказывается, на тебе. Вот этот вот, смотрите. Видите? Вот. Был чуть выше крыши за два года. Какое дерево огромное. Вот вам, пожалуйста. Вот еще покажу вам такую красоту. Видите? Посмотрите, какой парк у нас. Это один из трех, который находится буквально вот рядом с нами. Такая красота. И желтых листьев только вот тут, наверное, от жары пошли. Вот вам, пожалуйста, второе октября. Зелень. Еще будет бабье лето. Говорят, что бабье лето. Нет. Где-то к ноябрю. Конец октября. Тогда, когда паутинка полетит. Посмотрите, какая красота. Видите? Вот. Вот. Вот такие вот парки. Ну, вот еще вам такой парк. Видите? Вот дорога, жилые дома. И вот такой парк. Везде скверики. Парк, скверики. Вот. И деревья. Огромные, большие деревья, которые выросли у нас в течение двух лет. Я так думаю. Почему? Потому что в любом случае я бы обратила внимание. Обратила внимание в этом году. Только летом. Поэтому все растет. Изменения в природе дают изменения и земли. И плюс. Люди меняются тоже. Поэтому, скорее всего, идет действительно какое-то изменение. Не только в природе. Может быть, идет квантовый переход. Который говорят про это. Земля меняется. Ну, вот теперь смотрите. Наши деревья как растут. Вы гляньте, что творится. Береза. Это в городе. Как место побольше начинает расти. Деревья растут. Серьезно. Просто мы не обращаем внимания. За два года выросли. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...